Давайте еще раз аккуратно договоримся о терминологии, чтобы легче было понимать друг друга. Смотрите, есть вот это множество, да? В нем есть подмножество. Ну, то есть, вот подмножество, да. Какие-то сочетания еще можно говорить. Вот, а вместе эти подмножества, когда их ровно с что-то, образуют совокупности. Будем говорить так. М-красивая всегда называется словом совокупность. Совокупность состоит из подмножества вот этого множества. Так вот, мы зафиксировали числа k, n, s и рассматриваем только совокупности, которые состоят из s штук, именно s штук, k или n как подмножество n элементного множества. Вот, сколько всего этих совокупностей, если вы скажете, то, естественно, мы наличим сверху единицу, а в знаменателе количество этих совокупностей. Это и будет вероятность согласно классическому определению, в случае кроме комбинаторики. То есть вопрос на самом деле простой, но он немножко останавливает, потому что много слов, много глухих каких-то там, ну, понятно, что надо привыкнуть к терминологии. Это прочувствовать, что вот эти вот подмножества, да, они на самом деле являются элементами нашей совокупности. Так же точно, как вот эти вот числа являются элементами подмножеств. Второй этаж такой, да? Числа являются элементами подмножеств, а сами подмножества являются элементами совокупности. Это вот должно помогать. Нам понадобится узнать, сколько есть способов выбрать к элементов из n. Но это вроде бы мы знаем. Сколько есть способов выбрать к элементов из n. Это вроде даже на доске написано, да? Да, c из n по k. Ага, да, звучит правильный на самом деле ответ. Значит, действительно вероятность в этой задаче, все, что останавливает, это то, что надо c взять снова из c. Но это производит некоторое довольно страшное впечатление. Вот у нас есть всего c из n по k. Всего c из n по k. k элементных подмножеств, и каждый из них может служить элементом строящейся совокупности. Но вот надо из них выбрать s штук так, чтобы получилась s элементная совокупность. Вроде бы это понятно, да? Вот, но это был простой вопрос, потому что таким образом мы лишь определили, собственно, ну как, пространство элементарных исходов. Да? Вопрос, да? Ну, да, то есть у нас s подмножеств, и в каждом дне какая-либо метод? Значит, эти n должны быть равно из k. Вот это неправда, потому что я не утверждал, что эти множества не пересекаются. Я утверждал только, что они попарно различны, не совпадают. Но пересекаться они могут, естественно, как угодно. И действительно, поэтому их как максимум c из n по k. Если бы я сказал подавать, рассматривать случайную совокупность, которая состоит из попарно непересекающихся множеств, это был бы другой комбинаторный вопрос, на который, в принципе, наверное, тоже несложно ответить. Кстати, сколько действительно есть различных совокупностей, которые состоят из попарно непересекающихся h элементов подмножеств в количестве s штук. В этом случае, разумеется, надо действительно предполагать, что s х меньше или равняется n, потому что иначе мы просто не сможем разместить среди n элементов s попарно непересекающихся h элементов подмножеств. Но если вот это предполагать, то такое возможно, и, соответственно, знаменатель вероятности посчитать не составит, наверное, труда. Но давайте, раз возник такой вопрос, почему не посчитать? Мы сейчас вернемся к исходной задаче, конечно. Сколько всего существует совокупностей при таких условиях, каждая из которых s элемента, то есть состоит из s подмножеств, но при этом мы предполагаем, что эти подмножества попарно не пересекаются. Скажем так, если s х просто в точности равняется n, тогда для этого есть даже стандартная некая комбинаторная формула. И в числа таких совокупностей. Потому что знаете, что такое s х равняется? О чем тогда задача? Сколько таких совокупностей? s х факториал. Так, s х факториал. Но это не все. Совокупность состоит вот из таких непересекающихся кусков, да? Одинаковой мощности. Тут k элементов. Тут k, тут k, тут k, тут k. То есть представьте себе, что это такое слово, в котором k фук букв а, k фук букв б и так далее. s х факториал деленное на k факториал умноженное на s. Нет, не умноженное. На k факториал в s. На k факториал в s степени, да. То есть если вот здесь стоит значок равенства, то ответ будет просто n факториал, или что то же самое, s х факториал, поделить на k факториал в s степени. Ну это вот классическая полиномиальная формула Штоль. То есть вот полиномиальный коэффициент называется. Ну а если s k строгий меньше, чем n, тогда надо просто вспомнить, наверное, как доказывается эта полиномиальная формула одним из способов, ну и тупо посчитать. Давайте, я уж не буду вас мучить, совершенно понятно, надо сначала взять c из n по k. Это будет количество способов выбрать первое множество в строившуюся совокупность. Потом c из n минус k по k, это количество способов выбрать второе множество. Ну и так далее. последнее, последнее, что будет какая? c из n минус, минус что? Вот на это, наверное, вы можете ответить. А минус... Сейчас, давайте, когда-нибудь один, давайте. Ну, минус целая часть от... Нет, целая часть, я думаю, здесь совершенно нужна. Остаток от... А зачем остаток-то? Мы вот, смотрите, мы каждый раз посчитаем... Вот, наверное, третий коэффициент будет c из n минус 2k по k. Да. А этот последний, от какой по счету? s как a. Ну, не s как, а s минус 1k. Видите, второй у нас минус единицы, третий будет с минус 2k. Соответственно, s как вот так вот, минус s минус 1 на k по k. Вот так. Но это еще неправильный ответ, потому что мы все время четко оговариваем, что у нас порядок следования вот этих множеств внутри совокуплости не важен. И надо разделить это на s минус... на s факториал. Я думаю, что на s факториал, да, мы всего s множество набрали, и вот любые перестановки дают одно и то же. Поэтому надо это все разделить на s факториал. Ну, я надеюсь, что если у нас s равняется n, то действительно это сейчас сойдется с этим, просто там последовательно эти вот факториалы посокращаются друг с другом. Ну что, и получится вот это. Надеюсь, что я не ошибся. А сейчас, а вот здесь вот s факториал нужно написать? Может, и здесь тоже нужно s факториал написать, кстати, в знаменателе? Вот этот момент... Да, да, вот здесь мы этот момент почему-то здесь заметили, а здесь нет, да, конечно, здесь тоже нужен s факториал в знаменателе, потому что когда мы считали различные слова, для нас было важно, что вначале идут буквы А, потом буквы Б, а когда мы считали совокупности, для нас все равно первое множество здесь и первое множество здесь. Поэтому это не совсем задача про буквы, а задача про буквы с точностью до порядка. Поэтому все-таки везде надо поделить на s факториал.